Спорт – это здоровье нации, воспитание у подрастающего поколения ценных личных качеств. Эффективная народная дипломатия. Высокие достижения атлета во многом определяют престиж страны. Вот почему развитию сферы уделяется огромное внимание со стороны и руководства города, и спортивных функционеров. Как раз представитель последнего звена, а точнее аксакал в делах спорта и туризма, Михаил Свистунов, встретился с местными СМИ. Ответил на все вопросы и подвел итоги 2019-го. Из наиболее знаковых событий, конечно, я бы хотел рассказать 2019-й год, это, безусловно, вторые европейские игры. Вы знаете, но я хочу все-таки повториться, 15 бобручан представляли 7 видов спорта, и мы завоевали там 5 медалей. По словам Михаила Михайловича, на 2020-й были определены 24 приоритетных вида спорта. Но тут мы думаем, нужно сделать оговорку. Это не значит, что только им будет уделяться огромное внимание. Все без исключения получат материальную поддержку, в том числе и футбольный клуб «Белшина», который в этом году начнет сезон высшей лиги. Какая же задача? Понятно, что город окажет финансовую поддержку, изыскиваемые все средства, в том числе и субъекты хозяйства, не все крупные города, и горе с полком, и субсидии, которые будут выделены для того, чтобы поддержать эту команду. А задачу какую ставим? Это самое главное, ей закрепиться в этом сезоне. Не обошли стороной и вопросы, которые волнуют самих бобручан. Это и обустройство спортивных и игровых площадок, дворовых территорий, обновление велодорожек и их маршрутов. В целом, инфраструктура, которой владеет город, одна из лучших в стране. К нам приезжают на сборы команды как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Но все же первостепенным остается здоровье граждан. Действительно, бобручане сегодня стали более серьезно относиться осознанно к своему здоровью. Мы это вот, те специалисты, кто работает в отрасли, мы это видим. То есть люди абонементы выкупают и в плавательные бассейны, в первую очередь, игровые залы, тренажерные залы, велосипеды, ролики, скандинавская ходьба, вы видите, тоже в Бобруйске получила развитие. Функционер, отвечая на вопросы журналистов, обратил особое внимание на то, что любовь к здоровому образу жизни начинается с каждого из нас. И город будет всячески помогать в этом. Ну а общение со СМИ в формате диалога будет полезно всем. То, что вот в таком формате произошла, как сегодня, встреча, это здорово. Средства массовой информации должны и о хорошем писать, в первую очередь, о больших результатах спортивных освещать, но в том числе поднимать и острые проблемы, которые также были сегодня озвучены. Мне приятно было, что отслеживают, интересуются не только спортом в высшем достижении, но и массовой физической культурой. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.